Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 17 сентября. У микрофона Алексей Сорокин. Промозглая сырая осень – идеальное время для распространения вирусных инфекций. Как правило, во второй половине сентября – начале октября наблюдается сезонная вспышка заболеваемости, характерная не только для гриппа и ОРВИ, но теперь еще и для ковида. Медики так и говорят – сезонность, возвращение из отпусков и начала учебного года создают предпосылки для напряженной эпидемиологической ситуации. Правда, отрасль здравоохранения уже прекрасно знает, как готовиться к очередной вспышке заболевания. И даже несмотря на то, что каждая новая волна коронавируса – это увеличение скорости заражения и развитие инфекционных процессов в организме. Единственным верным способом защититься от заражения по-прежнему остается вакцинация. Продолжит главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Юрий Келлин. Я думаю, что вот эта сезонность, она традиционная. И уже ситуация складывается так, что в Ульяновской области конкретно идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Грипп и ОРВИ, конечно, в меньшей степени, так скажем, стадии эпидемии мы, конечно, не достигли, но ОРВИ уже встречается. Грипп намного меньше. По-моему, случаи еще не регистрировались, но у нас все впереди. Хотя мы готовы к гриппу, вакцина против гриппа уже поступила. Как Вы оцениваете обстановку с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией? Мы стоим на пороге четвертой волны или пока еще нет? Про четвертую волну, наверное, говорить рано, но то, что ситуация напряженная, плата, которая наблюдалась вот в конце августа, в начале сентября, мы с этого плата вышли и вышли в рост. Будем надеяться, что волны не будет и население, опять же, будет активно прививаться от новой коронавирусной инфекции, экстренно, как это называется, да, в период пандемии. Но пока не совсем все радужно. Юрий Борисович, а кто находится в зоне риска? Говорят о том, что теперь, наоборот, больше всего болеют молодые люди. Совершенно верно. Ну, опять же, конечно, больший процент приходится на людей старше 60 лет. И даже, наверное, основная группа – это пациенты старше 70 лет. Они составляют, ну, наверное, процентов 60 от общего количества заболевших. Но в то же время вот эта вот третья волна показывает то, что, значит, молодые люди, ну, молодые относительно, это примерно от 30, которые поступают в наш стационар, и стали болеть дети. То есть детские врачи говорят о том, что заболеваемость среди детского населения тоже отмечается выше, чем было там в конце прошлого года, либо в начале этого. То есть молодые стали болеть наравне. Единственное, да, может быть, чуть переносит легче, хотя встречаются разные описания даже о смертельных исходах у лиц молодого возраста. Вот не хотелось бы, конечно, чтобы детки наши умирали. Те, кто уже переболел коронавирусом, необходимо ли каждому проходить углубленную диспансеризацию, чтобы быть в курсе того, что происходит с здоровьем? Я думаю, однозначно углубленную диспансеризацию должны пройти все те, у которых коронавирус был подтвержден, и те, кто эту инфекцию перенес. Потому что возрастной порог инфекции разный, но когда возраст уже ближе к 60, накапливается много разных сопутствующих заболеваний, естественное старение организма. И знаем о том, что последствия ковида в течение полугода высокий риск, там, тромбообразование. Конечно, все, кто перенес ковид, подтвержденный ковид, они должны пройти углубленную диспансеризацию. Сейчас это доступно, в принципе, к ней все готовы, но, опять же, она начинается очень медленно. То есть наше население раскачивается, может быть, опять боятся пойти в поликлинику, лишний раз инфицироваться не хотят, но это очень важное направление, которое нужно, так скажем, нам развивать. Осложнений после ковида много, и диспансеризация, по крайней мере, выявит, были ли какие-то нарушения функции, там, функции дыхания, опять же, свертывающей системы крови. Вот это все нужно отслеживать. Может быть, в будущем это будет не один раз, там, через два месяца после выздоровления, а может быть, и наблюдение в динамике. Ну, посмотрим. Но сейчас я всех призываю, чтобы они проходили углубленную диспансеризацию, не задумываясь. То есть это позволит нам, наверное, опять как-то вмешаться в процессы, которые происходят в организме, скорректировать какое-то лечение плановое по многим заболеваниям, и в то же время отслеживать вот эти вот последствия ковида. Юрий Борисович, а что нужно для того, чтобы пройти диспансеризацию? К какому специалисту обращаться? Нужны ли какие-то документы? Это обычная процедура при посещении поликлиники во всех медицинских организациях первичного звена, либо в организациях, где поликлиники есть. Нужно просто туда прийти с тем же набором документов, паспорт, страховой полис, обратиться. Ну, как правило, этим занимаются либо центры здоровья, либо центры профилактики организации. Но, в принципе, любой специалист и сотрудники регистратуры подскажут, куда конкретно в конкретном медучреждении нужно обратиться. Надо только четко сформулировать цель своего визита в поликлинику, сказать, что я на углубленную диспансеризацию. Ну и думаю, что медработники тоже не должны оставаться в стороне, они должны популяризировать этот вид диагностики, обследования, и как-то тоже информировать население об этом через любые возможные доступные средства информирования. Теперь о вакцинации. На ваш взгляд, вакцинация слегка приостановилась? Ну, на самом деле, вакцинация очень хорошо начиналась где-то в конце весны, в начале лета. Все ожидали, что она, конечно, по примеру Израиля, будет эффективной, но потом стали появляться опять же такие новости, что в Израиле вакцинация ни к чему не привела, там начали появляться какие-то фейковые новости о том, что осложнения могут быть после вакцинации. И, конечно, общество так разделилось, стали относиться несколько скептически. Вакцинация притормозилась и чуть-чуть снизила темпы. Хотелось бы, конечно, чтобы, например, общее количество привитых за сутки в Ульяновской области было на уровне 5 тысяч. Сейчас это где-то около 2 тысяч вакцинированных. Чтобы остановить, наверное, вот эту волну, этого недостаточно. Поэтому, опять же, гражданам хочется обратиться, чтобы они заботились о своем здоровье. Ну, в первую очередь, опять же, пожилые граждане, они обязательно должны пройти вакцинацию. Те, кто имеет разные сопутствующие заболевания, сердечно-сосудистые системы, цереброваскулярные болезни, да, то есть заболевания головного мозга, может быть, какие-то системные заболевания, тот же сахарный диабет, там, ревматоидный артрит. То есть это группа, которая имеет очень высокий риск заболеть, инфицироваться. И если даже кто-то считает, что вакцина не уберегает от заражения, по крайней мере, само заболевание будет дотекать легче. Случаев о том, чтобы, значит, кто-то скончался от ковида после проведенной прививки, я такого не встречал. То, что заражение может произойти, да, но, по крайней мере, я говорю, шанс намного выше, чем у человека, который не вакцинировался. Опять же, наверное, должны бороться какие-то и правоохранительные органы вот с этими новостями, которые призывают против вакцинации. То есть, ну, это обычно не профессионалы, и, наверное, для этого нужно, может быть, даже какие-то меры, там, административного, вплоть до уголовного воздействия на таких людей. То есть об этом должны рассуждать все-таки специалисты, которые что-то понимают. Это ученые, те, кто придумывает вакцины, там, разрабатывает, ну, кто вообще занимается изучением вот иммунитета у человека. Все остальное – это, так скажем, домыслы, не имеющие под собой никакой основы. Поэтому все должны заботиться о здоровье. Конечно, это выбор каждого человека. Но если мое личное мнение, я вот очень жду постановления главного санитарного врача о вакцинации декретированной группы, те, кто работает в местах массового скопления людей, посещения людей, да, там, водители маршрутных такси, например, там, медики, социальные работники, педагоги. Ну, вот эта группа, которая, так скажем, не должна быть источником заражения. Поэтому, чтобы не навредить нашему обществу, наверное, мы все, вот, кто общается с большим количеством людей, должны быть привиты. А имеет ли смысл прививаться от гриппа и ОРВ тем, кто сделал прививку от коронавируса? Конечно, не то, что имеет смысл. Ну, во-первых, пока нет доказательной базы, что прививка от ковида защитит нас от гриппа, хотя такие разработки и исследования ведутся. Но единственное, там временной фактор, что между двумя вакцинациями от разных заболеваний, от ковида и от гриппа, должен быть определенный промежуток временной, ну, месяц. Вот у меня мама, ей 77 лет, она еще работает, она четко придерживается этого плана. Сейчас вот она привилась у меня, ревакцинировалась от ковида, и уже там через 4 недели запланировала прививку от гриппа. Поэтому я примерно по этой же схеме иду. Сейчас я прививаюсь от гриппа, а ближе к декабрю у меня уже ревакцинация от ковида. То есть мы сейчас немножко, вот, может быть, будем делать 2 прививки в год от ковида, ну, а сезонные заболевания, они тоже никуда не уходят. И как будет практикать грипп на фоне ковида, может быть, будет что-то усилять друг друга, может быть, наоборот, гриппа не будет, ну, дай бог, конечно, но жизнь покажет. Мы посмотрим, пока мы действуем вот так, как нам рекомендуют именно те специалисты, которые вот этой прививочной работой занимаются. Выслушали интервью главного врача Центральной клинической медико-санитарной части Юрия Келлина. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» будни. Факты, события, комментарии. Большинство ульяновцев осведомлены о предстоящей всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Даже при обходе квартиры домов переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также будут открыты переписные участки. В том числе и в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Продолжит исполняющая обязанности директора корпорации правительства для граждан Светлана Опенышева. Всероссийское мероприятие пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. Услуга будет доступна с 15 октября до 8 ноября. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, касающихся социально-демографических характеристик и жилищных условий. Наряду с онлайн-форматом жители Ульяновской области смогут принять участие в переписи очно или обратиться в любой МФЦ на территории нашего региона. В этот период учреждения будут работать по обычному графику и также гражданам заполнить переписные листы помогут работающие на территории МФЦ волонтеры. На портале госуслуги один человек может заполнить опросник сразу за всех членов своей семьи. Среди не будут сохранены в черновике, если человек прервал заполнение формы и дописать он сможет позднее в любое для него удобное время. Если вы прошли перепись онлайн, то в личном кабинете портала госуслуг отобразится QR-код, который можно показать переписчику, чтобы подтвердить самостоятельное участие в переписи. Что делается для подготовки к переписи? На территории Ульяновской области создана рабочая группа. Мы встречаемся систематически, обсуждаем, существуют ли какие-то проблемы по подготовке к переписи населения. В МФЦ на сегодняшний день идет подготовка по оборудованию мест для работы волонтеров, где волонтеры будут работать с нашими заявителями. И, конечно же, проходит обучение наших сотрудников МФЦ, которые работают с порталом госуслуг, где есть пункты коллективного доступа для того, чтобы если человек пришел дома, не имеет компьютера и хотел бы заполнить опросные листы на портале госуслуг, то помогут сделать это в наших офисах. Для чего же все-таки проводится перепись и что может заставить человека принять в ней участие? Наверняка не у каждого возникнет желание самостоятельно отправить анкету. Ну, у нас всегда есть те, которые ведут активную жизненную позицию, и есть люди, которые не хотят участвовать ни в каких наших проектах. Перепись населения, она необходима, потому что необходимо узнать, во-первых, социально-демографические характеристики, в каких условиях люди проживают, сколько человек в семье, какие проблемы существуют. Ответив на эти вопросы, будет понимание, на какой территории какая ситуация в текущее время есть. Там есть вопросы и получения, обеспечения связи. На сегодняшний день одна из проблем, которая есть, это устойчивая сотовая связь. Об этом тоже люди могут сказать, как они пользуются услугами, электронными пользуются или не пользуются. Поэтому вот большой перечень вопросов, на которые наши жители смогут ответить. Перепись будет проводиться не только среди горожан, но и в районных области. И люди из деревень, отдаленных населенных пунктов тоже будут принимать в этом участие, я надеюсь. Ну, во-первых, у нас будут переписчики, которые пойдут по квартирный обход, будут, типа домовой обход, где люди будут отвечать на анкеты, которые будут у переписчиков на руках. Но можно будет также и в населенных пунктах пойти в МФЦ. Если у кого-то есть портал госуслуг, дома устойчивая связь, есть интернет, то они могут дома ответить на все вопросы. А если они хотели бы ответить и дома не имеют такой возможности, они могут обратиться в любой МФЦ и на территории нашей области. У нас 29 МФЦ, поэтому в любой МФЦ можно прийти, сотрудники помогут, а как зайти в личный кабинет, и человек уже самостоятельно будет отвечать на вопросы. Работники МФЦ готовы помочь каждому. А профессиональные навыки они оттачивают ежедневно. Что, кстати, не осталось без внимания. Наверняка многие уже слышали приятную новость. Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране. Центр «Мои документы» в Ленинском районе стал победителем в категории МФЦ крупных городов. Деталями с нами поделится исполняющая обязанности директора корпорации правительства для граждан Светлана Опенышева. Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране. На территории нашего региона более 10 лет работает сеть «Мои документы». Это многофункциональные центры. У нас их 29-95 обособленных подразделений. И мы принимаем участие как лучший сотрудник МФЦ, как лучший МФЦ, лучший проект, который существует на нашей территории. Все, что связано с услугами, мы подаем документы в Минэкономразвитие. И были подведены итоги конкурса. И Центр «Мои документы» Ленинского района Ульяновска признан победителем в категории МФЦ крупных городов. Мы стали лучшим МФЦ в России. И это, наверное, гордость наша, потому что мы считаем, что МФЦ на Гончарова – это один из лучших МФЦ, которые находятся на территории нашего субъекта. Также лидерами в этой номинации стали центры города Иркутска, Тюмени и города Москва. Всего в Минэкономразвитии Российской Федерации для участия в конкурсе было представлено 125 заявок от 59 регионов. И мы видим, что вот от такого огромного количества наш МФЦ признается лучшим в России. МФЦ оценивались по множеству критериев, в том числе разнообразию представляемых услуг, отзывам заявителей, удобство графика работы и доступности, наличие и качество дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительных услуг и сервисов, уровню цифровизации и другим качествам. Среди членов конкурсной комиссии традиционно были представители аппарата правительства Российской Федерации, налоговые службы, МВД, Росреестр, Интерфакс. По словам заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева, конкурс является демонстрацией лучших региональных практик, подталкивает Центр госуслуг к обновлению, переосмыслению своей работы и выработке новых механизмов совершенствования своей деятельности в интересах граждан России. Наш МФЦ на улице Гончарова 11 заработал в августе 2019 года. В учреждении трудятся порядка 100 человек и действует 30 окон обслуживания заявителей. Ежедневно граждане получают здесь порядка тысячи различных услуг. Также жители могут обратиться в Центр за бесплатной юридической помощью, проконсультироваться у представителей органов власти и у полномочных по различным вопросам. Здесь организован пункт коллективного доступа к порталу госуслуг, а с апреля этого года заработал пункт вакцинации. Также в цифровом МФЦ специалисты правительства для граждан проводят обучение компьютерной грамотности. И также можно в МФЦ на улице Гончарова получить свидетельство о рождении или свидетельство о смерти. Могли бы вы нам рассказать о коллективе МФЦ? Все-таки в том, что МФЦ наш Ульяновский стал лучшим по стране, а велика их заслуга. Более 100 человек работает в МФЦ на Гончарова. И, конечно, хочется слова благодарности сказать каждому сотруднику, потому что каждый сотрудник частичку себя отдает заявителю. Нужно каждого выслушать, каждому нужно помочь. Каждый заявитель приходит со своим настроением. Конечно, огромную работу проводит непосредственно руководитель центра. Это Бодрак Светлана. У нее прекрасные специалисты, которые работают. И сейчас у нас много вакансий. Работают и в выходные дни. Это и Константин Ивановна, и Мельников Евгений, и МРТ Ирина, Анастасия Туктарова. Хотела бы обозначить Туктарова, Анастасия и Дилбера Алиулова. Это девушки, которые обучают у нас компьютерной грамотности наших жителей. Бесплатное обучение компьютерной грамотности можно пройти в нашем МФЦ на улице Гончарова. Также хотела бы отметить и Евгения Гафурова, и Юлию Алексееву. Вот можно было бы сейчас перечислять все наши 100 человек, которые работают. Потому что мы обслуживаем заявителей, и каждый заявитель приходит со своим настроением. И нужно каждому угодить. А самое главное – качественно оказать услугу, чтобы человек ушел удовлетворенный тем, что он подал документы и своевременно получит результат той услуги, на которую он подавал документы. Пока еще действуют ограничительные меры, связанные с пандемией. Нужно ли в МФЦ приходить в масках или соблюдать социальную дистанцию, находясь в очереди? На сегодняшний день многие МФЦ в Российской Федерации перешли на предзапись. Мы тоже стояли на таком пути – пойти на предзапись или все-таки оказывать услуги в режиме «человек пришел и получил услугу». И ограничительные меры есть. Человек, если зашел в здание в офис МФЦ, он не будет обслуживаться. У нас есть маски, которые могут предоставить. У нас есть дезинфицирующие средства для обработки рук. Есть стекло между специалистом и заявителем для безопасности, как для наших заявителей, так и для наших сотрудников. Поэтому обслуживание в офисах моей МФЦ только в масках. И я бы хотела обратиться к нашим жителям, что быть все-таки законопослушными. Есть указ, есть ограничения. И если вы не будете находиться в маске, то вам не будет выдан электронный талон для того, чтобы вы прошли в зал для получения услуги. И если даже вы получите талон и сядете к нашим специалистам в окна, если у вас не будет одета правильно маска на лицо, то специалист вас обслуживать не будет. Очень часто проходят рейды и прокуратура, и Росгвардия проверяют, смотрят, как реализовываются вот эти вот ограничительные меры. И нам направляют представление о том, что идут нарушения. И старшие специалисты привлекаются к ответственности за то, что они не так внимательно смотрят за заявителями и за сотрудниками, которые находятся в залах. Поэтому ограничительные меры есть, и мы их должны соблюдать обязательно. Вы слушали интервью исполняющей обязанности директора корпорации правительства для граждан Светланы Опёнышевой. Мы продолжаем пятничные литературные чтения с профессором Татьяной Васильчиковой. Только чтение русской классической литературы, считает профессор, открывает перед нами мир вечных ценностей. Что такое любовь и супружеская верность? Неминуемое наказание за непослушание родителям. Что такое счастье подлинное и мнимое? А счастье и богатство – это одно и то же? Сегодня доктор филологических наук, профессор Ульяновского государственного университета Татьяна Васильчикова в качестве примера рассмотрит рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Хотелось бы сегодня поговорить об Иване Алексеевиче Бунине. Ну, имя-то, наверное, уже все знают. Хотя это тоже произошло у нас не сразу. Произведения Бунина в школьной программе были. Но мы все вышли из школы, и если они были, то, следовательно, и вроде бы как должны знать. Но прошло около двух десятков лет, прежде чем действительно хотя бы дети наши узнали рассказ господина «Сан-Франциско». Вот если попробовать определить, о чём говорит Бунин, то как раз-таки мы упрёмся в тупик. Это очень трудно сделать. Не то, чтобы он был совершенно бессюжетным, но он рассуждает о жизни так, как никто ни до, ни после. Это говорит о природном большом даровании и необыкновенной тонкости мировосприятия. Ну, вот посмотрим, как он об этом сказал сначала в своём стихотворении. «Чашу с тёмным вином отдала мне богиня печали. Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник. И сказала богиня, это лозы с могилы любви». И вот это необыкновенно глубокое стихотворение, и как раз оно и передаёт отношение самого Бунина к этому чувству. Мы не будем сейчас говорить о биографии, мы говорим о том, что нужно читать сам текст, нужно стараться понять писателя. И вот если мы обратимся к его любовным рассказам, а они у него входят в сборник «Пёмные аллеи», то здесь вроде бы всё понятно, в каждом из них излом этот самый, то есть это любовь, и она всегда трагична. Но на самом деле у Бунина любовное чувство, любовь никогда не показывается в отрыве от философии жизни. И вот, может быть, на самом сейчас известном и детям хорошо уже известном произведении Бунина «Господин и Сан-Франциско» мы это увидим лучше всего. Здесь философия жизни. Она очень современная, поскольку Бунин говорит здесь о том, что для счастья нужны деньги. Это одна из самых популярных идей общества периода накопительства, то есть общества капиталистического. Она незыблема, она твердометаллическая, её не опрокинешь. Да, для благополучия нужны деньги. Но здесь происходит обмен и замена понятий. Благополучие это ещё не означает счастье. Что происходит в этом небольшом, я бы сказала, гениально написанном, изящнейшем рассказе? Жил-был человек. И Бунин его не называют по имени, потому что этот человек ходит в понятие эпоха. Эта эпоха буржуазная. Человек этот, которого он называет господин и Сан-Франциско, жил в Америке. И человек этот мечтал стать очень богатым. И вот вся его жизнь была положена на алтарь накопительства. Мы не знаем, каким он был в детстве, каким он был в юности. Мы знаем его же в процессе погони за вот этим счастьем. Это ложное счастье, это подмена. Деньги обеспечивают благополучие, но не счастье. И вот посмотрим, как он в этом сам убеждается. Изменить уже ничего нельзя будет. Когда ему исполнилось 58, он вспомнил, что хорошим тоном считается, обязательным моментом жизни счастливой съездить в старый свет. Америка – это новый свет, где хорошо куются деньги. А есть еще и старый, а старый свет связан с культурой. А если у нас есть деньги, то мы легко постигнем и культуру. Этот человек не бесталанный, этот человек достаточно разбирается в искусстве. Он понимает и чувствует музыку, он понимает и чувствует даже историю. И вот он отправляется туда, куда отправляется все его знакомые, которым он теперь равен по степени капитала. Это Италия. Ну вот незадача. И Бунин очень тонко это показывает, что сразу же он сталкивается с каким-то странным сопротивлением окружающей среды. Ну, казалось бы, он решил все, что связано с накоплением, с бизнесом, с деньгами. Если он решил, да будет так. И так было всегда. Теперь он один из самых богатых людей Америки. Он решил, что он поедет отдыхать. А погода не слушается. Странно, но природная окружающая среда ей совершенно безразлична, что решил там какой-то человек, господин даже из Сан-Франциско. И вот хмурится, и хмурится, и дожди идут. И куда он не приезжает, ну, конечно, в Неаполь, но не хочет погода его принимать, гостя этого. В этом есть свой символический смысл. Символы присутствуют в этом рассказе. Обращайте внимание при чтении, что есть внешний сюжет, что происходит на поверхности. Пришел, увидел, что-то сделал. А есть внутренний. Его надо уметь читать. Чем больше вы будете к этому обращаться, тем тоньше станет ваше восприятие произведения, текста. И вот предупреждающие знаки погоды. Не принимает его. И он решает тогда, ну, хорошо, тогда он поедет на остров Капри. Ну, и там хмурится погода. Она его не принимает. А есть еще символы. Здесь незаметно входит тема подлинных ценностей жизни. И вот он приезжает на остров Капри, и там есть в подтексте намек, что там когда-то жил император Тиберий, жесточайший в истории мировой император, не жалевший людей, не любивший людей, считавший себя богом. Это он велел въехать на коне в Сенат. Ему все было можно. Вот и эти тоже, которые плывут, они тоже въезжают на коне, условно говоря, в Сенат. Как говорит Бонин, китайцы с длинными черными косами, которых он нанимал на работу, потому что это была дешевая рабочая сила, они хорошо знали, что значит это трудиться, и получали за это гроши. И вот он начинает развлекаться. И будет самое главное развлечение. Концерт, будет танец, будет великолепный ужин, и он в предвкушении этого одевается, собирается. И начинает обдевать жемчужную застежку воротничок. Воротнички тогда носили высокие тудеи, и она никак не слушается. У него какое-то дрожание пальцев. Вообще он целый день как-то себя не очень хорошо чувствует. Ну да, это ерунда с его-то деньгами. Любой врач к услугам. Он начинает вдевать эту запонку, она не слушается. И вдруг он опрокидывается и падает. Это инсульт. И он превращается в тело. Это уже не богатый человек, который жаждал развлечений. Это тело. Но остальные-то живут, и он начинает мешать, как тонко это показано в этом рассказе. Его сначала пытаются спасти. Но это бесполезно. И тогда его относят в самую-самую дешевенькую, самую маленькую комнатку. И оставляют это тело. А ведь куда-то надо его девать. Там нужно, прежде чем к океану-то выбраться, нужно спуститься с этих высоких гор. Никто не соглашается принять в этом участие. И, конечно, здесь не приготовлены гробы. Какие гробы, когда люди приехали? Быть счастливыми. Находят, ирония какая. Пустой ящик из-под виски. Как раз такого размера. Погружают его в этот ящик. И в сопровождении заплаганной его жены и дочери, в срочном порядке, быстро, чтобы никому не испортить настроение, чтобы не сбить бизнес, потому что кто же будет здесь останавливаться, если здесь постояльцы мрут, его привозят к морю. Ирония судьбы. Тот же самый рейс, только обратный. Вот его погружают на корабль. А ведь это есть такая легенда, а ее соблюдают, ее знают моряки. Мертвец не должен быть среди живых. Он не должен быть на корабле. А куда ж деваться? Его прячут в трюм. И корабль этот выглядит теперь трагически обреченным. Но продолжается веселье. Это нанято Ллойдом пара, изображает томную любовную страсть. Очаровательная, похожая на куколку девочка, юная совершенно. И похожа на огромную черную пиявку, значительно выше ее ростом, красавец-мужчина. Они танцуют танго. А внизу стоит гроб. Вот это вот расположение, мы на гробах повапленных, оно как раз и показывает состояние современной цивилизации. Он написан был в 1911 году. У Бунина была очень развитая интуиция. И в предощущении переворотов, в предощущении новых и трагических событий, он, находясь за границей, плакал, говорил он. Я плакал, пиша. Пиша – это старая форма. От глагола писать, деепричастие, которое сейчас мы не употребляем, но он так знал язык, он мог себе все позволить. Она была когда-то в языке, значит, я имею право употребить. Я плакал, пиша, говорит он. Вот этот рассказ. Над чем плакал он? Вот если мы это поймем, значит, мы уже понимаем литературу. Плакал над судьями людей, которые ушли от подлинных ценностей и не обрели настоящего счастья. Выслушали пятничные литературные чтения с доктором филологических наук, профессором Ульяновского государственного университета Татьяной Васильчиковой. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин